Доброе утро, мои дорогие зрители! Всех приветствую! Всем рада! С вами Наталья! Понедельник, день тяжелый. Всех с начала недели. Представляете, сегодня же 20 марта. Чуть-чуть осталось и уже апрель. А там цветочки, травка зеленеет. С погодой. С погодой в Москве все стабильно. Днем плюс, ночью минус. В данный момент минус 5. Днем посмотрим, что будет. Днем не очень-то и жарко, но вчера было шикарное солнце. Уже второй день шикарное солнце. Конечно, все тает. Уже пахнет весной. Ну, вроде бы все новости. Кошка на месте. Вон где-то там собака белует. Ну что, поговорим о Быковой. Она на сутки пропала. Как мы можем догадаться, она, скорее всего, моталась в Москву. Да. Разгонять тоску. Ну, это ее дело. Она, как всегда, ездила зарабатывать денежку. Да. Ей же мало донатит. Надо денежку заработать. Угу. Верим, верим. Самое, что интересно, меня порадовала Лешка. Да, Леха молодец. Все мамкины секреты рассказал. Угу. Она же вчера сказала, что секрет-секрет. Она потом все расскажет. Лешка все ее сдал с потрохами. В своих лепешках он вчера рассказал, что вот мы снимаем рекламу. Рекламу мы снимаем на... Блин. На коптильню. Да. Он замучился, читал, как делается холодного копчения. Оказывается, там надо мясо подготавливать чуть ли неделю. Вялить, солить его. Он об этом не знал. Поэтому у рекламодателя он попросил неделю-другую отсрочки, чтобы снять то видео. Вчера он делал горячее копчение. Да. Я уже у двух блогеров видела коптильню. Посмотрим, что им за коптильню прислали. Ну, не какая-то маленькая, потому что в последний раз я видела огроменную коптильню. И Лешка, короче говоря, вы уже в курсе, что и выйдет видео. И он сам сказал, я снимаю рекламу на мамин канал, а на свой я буду в следующей неделе снимать. Ну, там у них мясо делается. Не мясо, а тушенка делается. Да. Он все это показал. Федя сидел рядом, смеялся, как конь. У них там веселье. Ну, а в последних лепёсочках, которые уже были ближе к ночи, он говорит, я хотела выйти с мамой вместе к вам в стрим, пообщаться, но у меня сил нету. Вот я понял, что такое усталость, что когда ты занимаешься съёмкой, а в промежутке бегаешь на хозяйство. Ну, в общем, мальчик ухандокался. В эфир к мамке не вышел, сил не было. Но лепёшки записывал в мамкиной спальне, сидя на полу. Вот так. Мамка, наверное, на кровать не разрешает садиться. Да. В общем, и все секреты мамины рассказал нам Лёха. Да. То есть ждём сегодня-завтра видео с рекламой коптильни. Чего он там накоптил? И опять же, рекламодатели. Кому вы даёте рекламу? Он сейчас опять всё обосрёт. И потом это всё выставит куда? На Авито. Он не умеет снимать рекламу. Да. Он это всё преподносит, как вот этот соковыжиматель такой прессовый. Он уже его охаял в лепёшках. Не на Ютубе, в лепёшках. Он уже его предлагает разыграть кому-то, подарить, что это фигня, кто это придумал. Для чего тогда ты делала рекламу? Ну, ты бери то, что тебе нравится, то, что тебе пригодится в жизни. Нет, это не Лёшкин вариант. Так же, как и Небыковской. Она тоже рекламирует всё вподряд, а потом как выйдет. Ну и что? И матушка вышла вчера в стрим. Новая табличка. Табличка, говорю. Полоска. Да. Новая полоса у нас на сборы. На помощников. Уже не на одного, а на несколько. И сумма стоит 96 тысяч. Угу. Курочка в гнезде, а яичко ещё неизвестно где. Но она наперёд собирает на всех помощников. Угу. На каких помощников? Начал народ задавать. Ой, а что так много? Ну, Оля же любит постебаться. Она же с самого начала ничего не говорит. А потом сказала. Ну, 36 в надежде. Потому что она взяла билеты. Надежда, скорее всего, сегодня приедет. Потому что показали девчонке у меня билет. Я не знаю, откуда они их взяли. Она должна уже сегодня 20-го выехать в Тамбов. Из Москвы, я так поняла. Потому что откуда она живёт? В Магнитогорске, что ли, где она живёт? Оттуда она выехала 18-го. Поэтому, по идее, на сегодня должна быть второвки. Интересно, за 10 дней Быкова ей заплатят? Ну, одну треть. Как раз получается. Сколько там у нас получается? 12 тысяч. Да. Кажется, правильно почитала. Она должна ей заплатить ещё за эти 10 дней. Но она говорит, и приезжает семейная пара. Это тоже прекрасно. Да. Она говорит, я их в домике поселю. Надежда побудет здесь. Она едет на месяц, на два. А вдруг ничего не получится. А мы вдруг друг другу не подойдём. Чтобы эти люди могли потом уехать. Надежда ещё на месяц осталась. Надежда так и сказала, что я еду на месяц, на два. Потом у неё свои дела. Но зарплату Быкова собирает наперёд. Ещё неизвестно. Приедут ли эти помощники. Не приедут. Но она собирает. Ну, это тактика Быковой. Всё собрать вперёд. Да. Написать на что-нибудь. Собрать вперёд. Дальше забыть. Потерять, положить, не вспомнить. Ну, как-то так. Получается. Но. Что но? Она вчера сказала, запишите, сколько мы собрали на цех. Там 200 с чем-то, тысячи, по-моему, уже собрали. Если я не ошибаюсь. Я могу ошибаться. Я не помню эту цифру. Она что-то сказала. Я, может быть, невнимательно слушала. Не помню. Сколько денег. Напишите. Сколько она там денег собрала на цех? Ну, вот так. Вроде бы у неё всё разложено по полочкам. Она не боится опять, что её кто-то обманет, не приедет. Но деньги собрать надо. Они в хозяйстве всегда пригодятся. Дальше что? А дальше я вспомнила. И хотела поговорить ещё дня два назад. Ну, потом у меня, как всегда, память девичья. Всё улетело. Ничего вспомнить не могу. Тут вспомнила. Когда последний раз Лёха... Эпо, Лёха, господи, милостивый. Лёлька ехала в машине и записывала лепёшки. Ну, когда она вот на ТО ездила, когда она перед тем, как ездить в перинатальный центр, она говорила то, какие мужики плохие, морды бьют подругам её, то она говорила, какие есть хорошие её подруги-мужьи. Она сама сказала, первый муж меня любил, второй любил детей, а третий был тружеником и заботился о ней. вопрос, если первый муж тебя любил, почему он у тебя в пустыне отвёз? Через какой радости? От большой любви спасал? Вопрос второй. Если Женя Б. любил твоих детей, то нахрена он над ними издевался и Федьку отправил в кадетский корпус? И третий вопрос. Если Санёк так о тебе заботился и был таким тружеником, почему он сбежал с хозяйства и оставил тебя беременную? Ты что-то не так поняла, девочка моя. Ну и вчерашнее название стрима. Буду бабушкой. Ой, ты, бабушка, ещё не скоро будешь. Ой, не скоро. В акушерстве давно нет такого понятия старородящие. Я не знаю, что там творится в Тамбовской области. Много родящие есть, а старородящие нет. В крайнем случае могут сказать старородящие женщины, которой под 40 лет и у неё первые роды. У Быковой-то 11-й на носу. Они первые. В общем, несёт какую-то хрень. Как бы по любому названию зазывает людей на стрим. Все прибежали узнать, для кого она будет бабушкой. Самой для себя она это озвучила. Точно. Поэтому. Я не знаю, как у них в Тамбове, но у нас такого нет. Все уже в курсе, что моя напарница родила двойню. Ей 37 лет. Это у неё первая беременность. И она ни разу не говорила, чтобы её назвали старородящей. Ни разу относились к ней, как к девочке. Они даже, как она говорит, они меня даже не жалели, они меня гоняли. После Кесарова вставай, иди, хватит лежать, занимайся детьми. Ну, то есть, как молодой, она говорит, нет никакой разницы. Поэтому Ольга Анатольевна что-то несёт не то. Да. Ну, может, у них в Тамбове по-другому, не знаю. Я думаю, там, скорее всего, врачи по-другому её обижали. Как старородящая. А многородящая дура. Да. А старородящая, а у неё внешность такая, как будто ей за 40. Ну, ребёнок-то не первый. Мою бабушку, наверное, никто не называл старородящей, хотя последнего ребёнка она родила в 40 лет. Да. Дядюра, она родила в 40-м году, ей было 40 лет. Он был 10-й ребёнок у неё. Ну, это в деревнях. Раньше это всё она рожала дома, она никуда не ходила, поэтому никто старородящий её назвать не мог. Ну, это отступление от темы. Ну, вроде бы всё. Сидела она недолго, постоянно интернет у неё вис. Она возмущалась, перезагружала, возвращалась. Сколько накидали, не обратила внимания. Ну, будет собирать, выходить теперь каждый день. То есть, будет собирать вперёд. Ну, да. Коня продала, лошадь Глорию продала, 100 тысяч поимела, а на зарплату нету. Нет, ну, это же свои. А помощников должны оплатить хомяки. Поэтому, уважаемые подписчики Оли Быковой, не расслабляйтесь. Далеко деньги не прячьте. Оле нужна ваша помощь. Вперёд! И с песней. Да, а по-другому никак. На этом я прощаюсь. До встречи. Я ненадолго. Я всегда на месте. Заходите в Телеграм, там у нас весело. Всем пока-пока. Я пошла на работу собираться. Аплодисменты. Давай-пока. Пока-пока. Спасибо. До встречи. Продолжение следует...